Уважаемые коллеги, лучевую терапию пытались использовать при лечении меланомы давно, фактически в тот же год, как только рентген открыл свои лучи, опухоли кожи начали использовать, но к существенному прогрессу это не привело. Восьмые исследования 80-х годов показали определенное количество эффектов, до четверти их доходило, в том числе даже и полные бывали. Они зависели от дозы за фракцию прежде всего, тем не менее на общей выживаемости так и не сказалось, и онкологи достаточно критично и справедливо критично относились к использованию этих методик. И таким образом сформировались следующие основные постулаты, что первичная меланома резистентна к лучевой терапии, адювантная лучевая терапия на зону региональных лимфотоков способна снизить риск локального рецидива, не влияя на выживаемость. Попытки пред- и послеоперационного облучения не повлияли на отдаленные результаты. Таким образом, лучевую терапию использовали с палеотивной либо симптоматической целью при экстракраниальных и интракраниальных метастазах. Однако в последнее время произошли некоторые иные эффекты. Были открыты так называемые абскопальные эффекты системного явления локального воздействия, проявляющиеся не в очаге, а в отдалении. И сочетание лучевой терапии с иммуно- иной таргетной терапией также позволяет надеяться на какой-то прогресс. Почему она малочувствительна? Сложно сказать. Однако еще в 1984 году было доктором Диконом интересное исследование сделано, показавшее, что все группы опухолей можно разделить на 5 основных классов. От самых чувствительных, нейробластомы, лимфомы, меломы, к самым нечувствительным, среди которых оказалась и меланома. Позже этот феномен был объяснен, что существует три основных функциональных нарушения клетки. Это ограниченная пролиферация, нарушение дифференцировки, хромосомы и генетическая дестабилизация. И воздействие ионизирующего излучения объясняется двухцепочными разрывами ДНК, особенно остаточными, которые, в общем-то, и накапливаются в опухолевых клетках, в отличие от здоровых. Что же с адъювантной лучевой терапией на зону удаленных узлов? Вот недавно было завершено многоцентровое исследование, включившее большое количество больных. В 2015 году опубликовано. Облучали региональные коллекторы по 2,4 грейда 48 за 20 фракций. И действительно, риск локального рецидива был существенно ниже. 21 против 36 статистически значимо это было. Однако на общей выживаемости это так и не сказалось и на безрецидивной. Таким образом, был сделан вывод, и, в принципе, его и следует придерживаться, что адъювантную лучевую терапию целесообразно проводить больным с высоким риском рецидива в зоне каких-то там магистральных сосудов. Так, конечно, это прежде всего меланомы головы и шеи при инвазии в капсулу, при больших размерах, если есть риск возникновения в области сосудов рецидива, стоит улучшить. То же самое, в общем-то, в графическом виде. Видно, что частота локальных рецидивов ниже, но выживаемость та же. В нашей стране также, особенно в Огненске, этим увлекались, проводили предоперационную, послеоперационную лучевую терапию, предоперационную, конечно, электронами, чтобы на поверхностное воздействие, послеоперационное это гамма-излучение, либо тормозное с воздействием на более глубокие ткани, достигали определенных результатов, однако исследования эти были не рандомизированы и сложно их интерпретировать. Абскопальный эффект, это химерное слово от двух, от латинской приставки и греческого корня мишень, говорит о том, что эффекты возникают не в зоне облучения. Механизмы, это, собственно, непосредственно межклеточные контакты, и, конечно, секреция всевозможных медиаторов и антигенов, то есть улучшается представление антигенной опухоли для иммунной системы, и отчасти поэтому можно объяснить хороший синергизм между лучевой терапией и современной таргетной терапией. Основные непосредственные ионизирующие излучения действуют в облученных клетках, прежде всего это воздействие на ядро и повреждение ДНК. Из ненемишенных эффектов, то есть воздвигающих вне мишени, два основных, это радиационно индуцированная геномная нестабильность и, собственно, обскопальный эффект. Ну и третий постулат, что лучевую терапию следует использовать с паллиативной симптоматической целью при метастазах меланомы как интракраниальных, так и экстракраниальных. Да, это остается на сегодняшний момент главным местом лучевой терапии в онкологии. Все остальное это предмет исследований в крупных центрах, прежде всего, конечно, рандомизированных исследований. На новый уровень лучевая терапия олигометастазов и множественных метастазов меланомы вышла с появлением стереотоксической лучевой терапии, когда есть возможность подведения крупных фракций за короткое время. Не так давно она стала использоваться, только с 90-х годов, а утверждена она была для массового употребления только в 2001 году ФДА, для экстракраниальных очагов. Прежде всего, конечно, какие олигометастазы, когда лучевая терапия используется при меланомии, исторически и сейчас это, конечно, метастазовый головной мозг, манифестируют часто при меланомии в качестве метастатического упражнения головного мозга в 6,5%. Локализуются они на границе с беревым и селым веществом, как правило. Самый высокий метастатический потенциал, это, конечно, при метастазах головной мозг, это у меланомы и мелкоклеточного рака. Давно определены стандарты, кому и как облучать. В принципе, они могут быть сведены в три класса, основанных на состоянии по шкале Скорновского, возрасте, контроле первичной опухоли, отсутствие экстракраниальных метастазов. Первый класс мы можем ожидать хорошей продолжительности жизни, при втором классе сомнительно, третий класс облучать это очень индивидуально, надо подходить к каждому пациенту. Вот, собственно, тут и чем это обосновано. Медиана выживаемости можем добиться до 7 месяцев при первом классе, 4,2 при втором и 2,3 при третьем. Существуют четкие стандарты, они описаны в национальных руководствах, европейских, американских, что, в принципе, одно и то же. Все они между собой согласуются. Проведение лучевой терапии при благоприятном прогнозе, неблагоприятном прогнозе, при ограниченном положении и при множественном. Не следует отказываться, конечно, от тотального облучения головного мозга при множественном поражении. Оно повышает медиану выживаемости весьма существенно. Разные есть режимы фракционирования. Оптимальным нам представляется 30 грей за 10 фракций. Хотя отказ от тотального облучения головного мозга при множественных метастазах меланомы приводит к сожалению локального контроля. На выживаемость существенно не влияет. Тем более, что на будущее остается возможность терапии спасения в качестве радиохирургии либо несколько фракций при стереотоксической лучевой терапии. В общем, собственно, представлено тут разные исследования, показывающие эффективность проведения лучевой терапии и метастазов головной мозга. Сочетание тотального облучения с радиохирургическим тоже имеет свои преимущества, хотя и существенно влияет на когнитивные функции. При соединении тотального облучения головного мозга, если больной переживает этот период и хороший эффект, конечно, снижает его интеллектуальные способности. Есть сейчас в последнее время множество работ и о том, что даже при множественном поражении можно поохотиться за всеми этими очагами при определенных условиях, если, допустим, суммарный объем не превышает 7 мл. Примерно представлено это на слайде о том, что выживаемость и как при множественных, так и при ограниченном количестве и при олигометастазах в принципе при грамотном лечении вполне может быть сопоставимой. Еще исследования, опять-таки те же цифры. Конечно, эффективность зависит от того, сможем ли мы подвести крупную фракцию за один раз или, по крайней мере, за очень ограниченное. Это мы можем себе позволить при размерах метастаза до 20 мм, когда мы подвозим фракцию больше 20 грей, тогда мы ожидаем действительно хорошего эффекта. С увеличением объема метастатического очага разовая фракция снижается, снижается эффективность. Здесь тоже показано в целом ряде исследований зависимость эффективности лечения от того, насколько можем позволить себе подвести крупные фракции при единичных и множественных метастазах. Целый ряд исследований показывает, что мы можем бороться как с множественными, так и с единичными очагами с весьма высокой эффективностью. Собственные данные в принципе согласуются с тем, что было продемонстрировано в крупных исследованиях. Мы можем добиваться хороших результатов как при одном, так и при множественных очагах в головном мозге. Достигаем хорошего времени до прогрессирования, общую выживаемость, все сопоставимо. Хотя при меланоме, конечно, результаты похуже, чем при других метастатических процессах в головном мозге. Здесь просто привезены конкретные планы лучевого лечения для пациентов. Здесь вот метастаз в стволе головного мозга. Тут показано, насколько в принципе все это сейчас сложно. Лучевая терапия не стоит на месте, стремительно развивается. Мы можем себе позволить подводить крупные дозы в ограниченные очаги, но это требует времени, терпения. Как вы видите, мы должны оконтурить все критические органы и соблюсти все констрейты, ограничения на эти органы. Хрустали, глазное яблоко, сетчатка, зрительные нервы, ствол мозга. Все это нужно тщательно оконтурить, посчитать, и не так, как раньше. Поэтому, когда часто чудно слушать, если врач присылает, пациент говорит, вы можете сегодня начать. Мы уже встречными полями, как в 80-м году, но ждать эффекта не придется вам. Тоже конкретные планы показаны, как это все рассчитывается. Экстракраниальные метастазы. Что мы считаем олигрометастазами? Где-то 3, где-то 4, где-то 5. Так конкретно ничего и нет. Кто-то даже до 7 считает. Ну, в принципе, все, что мы можем воздействовать, на все, на что мы можем воздействовать методами локорегионарными, это и есть олигрометастатический процесс. А сколько мы насчитаем, это дело вкуса, по-моему. Что прежде всего, это, конечно, метастазы в позвоночник с угрозой компрессии спинного мозга. Как видите, можем добиться хороших результатов при стереотоксической лучевой терапии, если сразу подвести крупные дозы, ну, хотя бы больше 10 игры. Существуют четкие правила тоже о контуре внеоргана с учетом возможного субклинического распространения по губчатому веществу. Вот примерно тут был достигнут консенсус, как контурить при расположении метастатического очага в каждом из отделов позвонка того или иного. Метастазы в печень позволяют добиться длительного локального контроля. Ну, вот то, что позволяет нам надеяться на улучшение, на расширение роли лучевой терапии в лечении меланомы, это прежде всего абскопальные эффекты сами по себе, то есть воздействие, получение эффекта вне зоны облучения от того, что улучшается, допустим, иммунная презентация антигенная, так и сочетание этих абскопальных эффектов с иммунной терапией и таргетной терапией. Целый ряд исследований показывает механизмы преимущества и недостатки. Достаточно сказать, что вот крупное исследование достаточно недавно в 2018 году было представлено испанскими авторами, они там провели метаанализ больше 500 исследований. В частности, было показано, что, допустим, при совместном использовании радиохирургии и эпилевомаба медиану выживаемся удалось поднять с 11 до 19 месяцев. То есть выигрыш получается за счет вот этого сочетания, если только эпилевомаб 11 месяцев и эпилевомаб с лучевой терапией 19-8 месяцев. Вполне приличный по нашим онкологическим меркам. То же самое примерно показывают и другие исследования. Показывают зависимость от дозы подведенной и дозы за фракцию прежде всего. Очень важно, насколько иммунокомпетентен организм в момент проведения лечения. Вот, допустим, вот здесь, как индекс нейтрофилов и лимфоцитов, при низкой иммунокомпетентности эффекты ожидать не приходится. При хорошем иммунном статусе эффект, конечно, тут же возрастает. В этой связи есть целый ряд вопросов при использовании молекулярно нацеленной терапии, иммунотерапии и лучевой терапии. Это режим фракционирования. Большая часть работы говорит о том, что нужно использовать крупные фракции, при которых, собственно, происходит, видимо, выброс антигенного материала, цитокинов, прочих медиаторов и что потенциирует воздействие системного лечения. Однако есть ряд работ, которые показывают высокую эффективность при гиперфракционировании, при классическом фракционировании. Это надо изучать. Нужны рандомизированные исследования. Они начаты. Последовательность. Когда делать? До иммунотерапии, после иммунотерапии, вместе с ней. Скорее всего, вместе с ней. Недавно было исследование тоже, которое были вопросы, как лучше делать, если удалось добиться на иммунотерапии хорошего ответа, стоит ли подключать радиохирургию или оставить ее на потом, когда будет прогрессирование. Ну, сошлись на том, что лучше оставить на потом. Есть сомнения в целесообразности облучения лимфоузлов, то есть регионарного коллектора, поскольку презентация антихатегенного материала происходит именно в этих лимфоузлах, и если мы нарушим ее, то, вероятно, можем снизить эффективность иммунотерапии. Олигометастазы в легких тоже достаточно серьезный вопрос. Что нам дает радиотерапия? Да потому что у вас практически то дает, что практически нет ограничений, как у хирургов, в проведении хирургического лечения. Вот, допустим, функция дыхания вообще никак не отражается. Можем лечить людей с самой глубокой дыхательной недостаточностью. Причем надеяться это фактически мы производим метастазыктомию, то есть мы выжигаем, подводя дозу свыше 100 грей к зоне лучевой терапии, мы уничтожаем все живое в этой зоне. Стоимость лечения, она сопоставима с комменциальной лучевой терапией, но эффективность, конечно, стереотоксической лучевой терапии намного выше. Здесь для легкого дано, но манипуляции одни и те же, лобоктомия, сегменты ктомия и облучения. Здесь показано о том, что ожидать какого-то хорошего эффекта действительно от стереотоксического лечения олигометастазов легких можно только при дозе свыше 100 грей. Лучше, если это будет 140-160 грей. Чего мы можем добиться, допустим, подведя три фракции по 20 грей, что в пересчете на биологически эффективную дозу будет как раз 140-160 грей. Это примерная доза, примерная цифра всегда смотрит, что же вы не можете сами посчитать и умножить, правильно. Нет, не можем, потому что коэффициент альфа-бета для каждой опухоли разный. Примерно мы можем брать его за 10, ну примерно. Он различается от одной опухоли к другой, зависит от степени дифференцировки от многих других вещей. Планирование мы проводим при метастазах в легкое и в печень по 4D, то есть синхронизация дыхания так называемой гейтингом без жесткой фиксации. Укладка каждый раз производится в конбим-сети, то есть проводится компьютерная томография в коническом пучке самого ускорителя и укладывается, совмещается две компьютерных томографии изначально и та, которую мы имеем сейчас. Соответствующие делаем отступы, обсчитываем все органы риска вновь, потому что в грудной полости находится много чего, нельзя травмировать. процесс показан примерно как это все происходит с синхронизацией дыхания. Стандартные отступы зависят от биомеханики дыхания. Вертикально 3,5, краниально 3,5, латерально 3,5, но краниально и каудально это 5 преимущественно, вертикально и в бока по 3 мм. четко должны соблюдаться как я уже сказал все констрейты то есть ограничения на органы они должны каждый быть отдельно оконтурен, посчитан как по всей площади так и по получению той или иной дозы в точке. В зависимости от расположения очага в паренхимии или в средостении либо пристеночной меняем дозу. Но сейчас вот мы отошли от того, что пристеночные очаги дробить фракцию эффективность теряется, а риск перелома ребра с моей подачи ну и что сломалось это ребро мы приторок это миф столько наломали ничего вот так что пусть сломается главное уничтожить очаг конечно при при средостенном расположении опухоли близко к магистральным штукам там вот это надо соблюдать надо помнить и об осложнениях которые могут сопровождаться с обскопальными эффектами иммунотерапии и таргетной терапии совместно при облучении вот как в частности легкого и использованной таргетной терапии могут возникать всевозможные фистулы пульмониты нельзя запоминать о том что конечно лучевая терапия развивается и по другим направлениям это использование и протонной терапии особенно актуально это у молодых людей у детей которых тоже немало в этой группе когда мы с помощью этого резкого градиента на пике брега можем практически не травмировать окружающие структуры при облучении олигометастазов особенно в головном мозге да и в других органах ну и конечно и томотерапия когда фактически послойное облучение производится это важно для максимума что мы можем позволить себе на обычном ускорителе где-то 40 миллиметров 40 сантиметров по длиннику здесь мы можем до полутора метров брать и облучать за этим на работающем ну и рекомендации для меланомы в принципе они четко описаны все это мы сегодня уже оговорили первая вторая стадия не показана при третьей стадии в зоне где есть риск рецидива и с повреждением каких-то жизненно важных структур вот какие-то авторы говорят о том что конечно околоушная зона прежде всего шейная подмышечная когда множественные метастазы пахово-обедренные но они менее важны в наше вышло национальное руководство под наше руководство нашего главного онколога где все это в принципе переведено и соответственно североамериканским рекомендациям каждый может их посмотреть сам как при ограниченных при первой и второй стадии так и при генерализованных меланомах спасибо 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 Андрей Иванович пожалуйста вопрос Сергей Николаевич можно Андрей Иванович это другой спрашиваю за всех я так часто первый вопрос скажите возможно ли облучение оболочек здесь стереотоксическое наверное подход не годится нет это тотальное облучение головного мозга конечно возможно эффективность не очень высокая но возможно и как раз сочетание с иперимумабом мы можем ожидать действительно существенного увеличения желаемости именно с этим препаратом есть целый ряд если нам надо проводить облучение всего головного мозга при этом пациент получает таргетную терапию не иммуно-онкологическую все-таки что надо перерыв делать нет все делать одновременно совместное использование но просто вот у меня был опыт пациент получал одновременно лучевую терапию таргетную и очень выраженная была реакция кожная он просто пришел как после тяжелейшего солнечного ожога это как-то можно тогда профилактику профилактики нет в этой ситуации просто тогда стоит прерваться по стандартам можно это делать по стандартам можно и это даже позволяет добиться часто больших эффектов и вот еще вопрос тоже совсем недавно была пациентка на консультации молодая женщина получает самое современное лечение то есть я имею ввиду и комбинированную таргетную терапию получала сейчас получает иммунотерапию но в головном мозге идет прогрессирование при этом статус у нее кок нулевой жалоб никаких нет но в головном мозге порядка 30 мелких метастазов и пришла она к нам уже после трех сеансов кибернаж ну или кибернаж или стереотоксической радиохирургии то есть за один раз в десять облучили потом еще раз в десять потом еще раз в десять и наконец отправили к нам чтобы значит мы рекомендовали уже ну вернее вопрос можно ли продолжать стереотоксис или уже надо переходить на облучение всего головного мозга вот вы в таких ситуациях надо поднять планы и посмотреть пересечение полей даже тотальное облучение головного мозга небольшими фракциями можем мы просто и убить повредив стволы ну а хорошо вот вы в такой ситуации множественного изначально множественного поражения мы обязательно сделали тотальное облучение головного мозга с радиохирургии отдельных очагов, которые находятся в каких-то критических местах, которые угрожают жизни, допустим, смещению срединых структур или повреждения каких-то центров. Вот. Но сейчас я не уверен, что можно уже делать даже тотальное облучение, если несколько раз по 10. Надо просто планы смотреть, что и сколько куда они подводили. Тогда все-таки лучше облучить весь головной мозг. Да, вот если было бы лучше. У нее еще будет возможность, например, получить какие-то очаговое... Я думаю, что это неправильно было. Надо было, конечно, начать с облучения тотального головного мозга, а дальше уже добивать то, что осталось радиохирургии. Спасибо. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Спасибо большое. Спасибо.